Основные ориентиры развития области представил глава региона Олег Кувшинников. Площадкой для выездного заседания регионального правительства стал Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин. О стратегии развития, которую озвучил временно исполняющий обязанности губернатора, расскажет Анна Богачева. Вахтовые комплексы, административные здания, гостиницы. Крупнейшие заказы на строительство по всей стране. Завод СКДМ в списке лидеров российского рынка быстро возводимых конструкций. Многомиллионные контракты, передовые разработки. Об этом рассказывают главы региона во время экскурсии по предприятию. Вот здесь, например, собирают будущее общежитие для рабочих. Выдержит и сильный ветер, и низкие температуры. С Рыбниковым тогда договариваться и предоставить такие комплексы для рабочих на строительство губнейших наших инвестиционных проектов. Завод, имеющий многомиллионные заказы на несколько лет вперед, как и другие подобные предприятия, это точка опоры в развитии экономики области, пошатнувшейся во время кризиса. Благодаря двухлетней антикризисной программе удалось остановить резкий рост государственного долга и расходных статей бюджета. Куда идти дальше? Глава региона Олег Кувшинников обозначил во время выездного заседания правительства. Прямо в заводском цеху. В обновленной программе развития области семь ориентиров. Это комфортная жизнь для влагжан, социальная ориентированность политики, развитие здравоохранения, экономики, сельского хозяйства и культуры. Кроме того, область должна стать территорией самореализации. Я считаю, что наши стратегические планы должны быть амбициозны. Область должна стать одним из российских лидеров по качеству жизни, по качеству жизни нашего населения. И сегодня мы должны, используя огромный ресурсный потенциал, мобилизовать все силы и добиться реального прорыва в развитии. Для города Вологды важнейшим вопросом транспортного обеспечения является завершение строительства объездной дороги. В этом году должна быть закончена подготовка проектно-светной документации, после чего начнется строительство последнего, четвертого пускового комплекса. Мы обязаны вывести транзитный поток транспорта за пределы нашего областного центра. Также в конкретном списке задач строительства и ремонт дорог, доступного жилья, спортивных объектов, создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Важно продолжать диспансеризацию жителей области и совершенствовать систему поликлинического обслуживания. Ориентиры, обозначенные временно исполняющим обязанности губернатора, во многом связаны с развитием областной столицы. Это и социальные объекты, и инвестиционные программы, работа в которой крайне заинтересованы власти Вологды. Меня особо радует то, что сегодня и в управлении областью, в тех предложениях и решениях, которые были озвучены сегодня губернатором, меняется парадигма управления областью. То, что сегодня во главе развития, во главе поставленных задач стоит прежде всего человек, житель области, его комфорт проживания, его увеличение богосостояния, гармонизация всей жизни, конечно, это радует. После официальной части глава региона пообщался с работниками завода СКД. Вологжане высказали свои пожелания относительно стратегии развития региона, а также задали вопросы Олегу Кувшинникову. Говорили о транспортной загруженности улиц областного центра, тарифах ЖКХ, местах в детских садах. Мне понравилось, что область будет социально ориентирована и возможности для молодежи, для развития спорта в первую очередь, здоровый образ жизни, соответственно. Ну и что важно для горожан, с точки зрения строительства, это все-таки кружная дорога. Пожелание, чтобы исполнилось все то, что нам пообещали, и все планы, которые были намечены, чтобы они сбылись. В ближайшее время программа развития региона будет вынесена на общественное обсуждение. После этого обозначенные в ней ориентиры должны стать основными стратегическими направлениями работы правительства области. А также войти в программу, которую Олег Кувшинников представит президенту России Владимиру Путину. Анна Богачева, Алена Закатаева, Михаил Прищев, Вологда.Портал.